Всем привет! Из шестых DLC есть очень неоднозначный корабль. Это ВАСП. У Империи на этом уровне целых три разведчика и они почти не отличаются друг от друга. У них даже бонусы схожие. Единственное, что выделяет осу на этом параде близнецов, две ячейки усиления корпуса. Смотрим под капот. Спецмодуль стандартный. Сильно разгоняет корабль, позволяя преодолевать большие расстояния за пару секунд. В вооружении я установил плазму с переохлажденными зарядами и малые ракеты. Половина противников на этих уровнях не закрывает минусовые резисты, а малые ракеты позволяют стабильно кусать подвижные цели. В энергоблоке размещаем аварийный барьер. Лучшим вариантом для корпуса будет динамическая защита и кристаллические пластины. Если пластин нет, то ставим ребра. Тяжелая обшивка сожрет скорость и делать я вам этого не советую. В компьютер ставлю усиленный сканер. Можно поставить протонную стену, но это уже зависит от выбора ваших имплантов. Обязательными боевыми модулями будет ремкомплект и фазовый модулятор. Далее есть выбор из микропеленгатора для маяков и передовой или контейнера ботов-шпионов для прессинга снайперов противника. В доп. оборудование грузим форсированный ускоритель или алмазное напыление. Дошел до имплантов. Тут все стандартно кроме второго слота. По сути этот имплант и будет диктовать наш стиль игры. 2.1 увеличивает частоту критических попаданий. В связке со сканером дает хороший обзор и прирост урона для агрессивного скаута. 2.2 увеличивает дальность обзора и стрельбы. С протонной стеной обзор будет около 8 км, что вполне достаточно для комфортной игры. Мне больше по душе первый вариант. Грамотного Рэба на втором тире встретишь не часто, а высокий ДПС будет всегда актуален. В целом ВАСП медленный, но довольно прочный разведчик, способный потрепать нервы команды напротив. Главное не пытаться строить из себя ударника и заранее рассчитывать пути отхода. На этом все. С вами был Разво. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!